приветствую вас дорогие друзья с вами евгения таро и сайт мага эксперт орг сегодня 20 мая 2015 года и мы продолжаем проект карта дня с законом притяжения и так вам нужно загадать сейчас одну цифру единицы двойку или тройку и пока вы загадываете я перетасую колоду карт и выложу три карты единица двойка тройка а теперь давайте разбираться что же за карты нам на сегодня достались для тех кто выбрал единицу я магнит следовательно я притягиваю как интересно абсолютно все о чем вы думаете желанное или нежеланное притягивается в вашу жизнь вы подобно магниту притягиваете к своей сущности все о чем думаете и что чувствуете например если вы ощущаете себя бедными то не можете притягивать богатство это же очевидно это противоречит просто-напросто закону притяжения поэтому притягивайте к себе богатство да не думайте о себе как о бедном человеке думайте о себе как о богатом человеке который стремится к благосостоянию а теперь хочу маленький пример вам привести качестве подтверждения того что вот это работает сейчас не в качестве рекламы это просто пример друзья сегодня пошла в магазин купить чаю у меня закончились чаи все мои любимые я решила попробовать что-то новенькое ну ухватила коробочку только потому что мне коробочка понравилась и мне коробочка это нужно для моих дальнейших экспериментов с оракулами всевозможными я хочу в этой коробочке сделать некий оракул очень интересный с которым буду вас в карте дня кстати знакомить в будущем ухватила коробочку еще и потому что здесь написано мохито я обожаю безалкогольный мохито вот просто невероятно люблю мяту и все что с мятой связано и лаймы и лимоны это прям для меня супер-супер что-то но дело не в этом дело не в чай вообще честно говоря это чай не рекомендую брать мне он не очень понравился а вот дело в том что когда я открыла коробочку она была запечатана и меня ожидал здесь сюрприз вот такой вот виде ягод годжи друзья почему я сейчас это все дело показываю объясняю дело в том что недавно посмотрела видео ирен влади обожаю честно говоря этого бьюти-блогера вот просто суперская девушка замечательно не пропускаю ни одно ее видео с удовольствием всегда смотрю потому что но это всегда очень полезная информация так вот она в одном из видео своих показывала ягоды годжи ну она их купила попробовать его и такие ягодки там что-то разжевала их ну и рассказала о пользе этих ягод и перечислила свойства которые вот мне они просто-напросто необходимы а я и раньше про эти ягоды естественно знала читала и хотела прикупить ну что-то как-то думала на потом как-нибудь ладно потом как-нибудь и вот это как-нибудь потом не наступало и не наступало потом еще в каком-то видео сейчас не вспомню у кого но тоже вот что-то такое полезлительное про эти ягодки рассказывал и я думаю ну елки-полки ну значит надо все-таки их прикупить что же я все тяну да тяну надо же попробовать может действительно мне эти полезные свойства пригодятся лишними точно не будут и вот я об этом подумала подумала но так и не купила как вы понимаете да и немножко даже подзабыла про эти ягоды как-то они у меня где-то есть подсознание но вот в оперативном сознании они особо там не участвуют так вот вы не представляете моё вау когда я увидела открыв эту коробочку эти ягоды ну вот как это работает друзья вот как этот магнит работает объясните ну ну вот как это вообще что-то потрясающее ну да ладно бог с ними с этими ягодами попробую узнаю расскажу что к чему но вот вам подтверждение этого закона вы как магнит то о чем вы подумали то чего вы захотели вот на пожалуйста получи распишись прикидываете но это что-то потрясающее я от этого закона просто балдею он притягивает практически все но но помните основной закон притягивается все о чем вы думаете все без исключений и хороший и плохой поэтому постарайтесь следить за своими мыслями и думать только о хорошем плохое гоните прочь так друзья продолжим вторая карта для тех кто выбрал двоечку все мои отношения могут стать лучше да когда вы входите в сегмент отношений концентрируйтесь на точках гармонии направляйте внимание не на то в чем вы не согласны а на то в чем вы единодушны это решение для любых отношений когда вы концентрируетесь на том что вам не нравится то по закону притяжения получаете именно это это элементарно ватсон друзья как мы раньше этого не понимали я не знаю как раньше жили без знания о законе притяжения ведь действительно давайте искать прежде всего наших отношениях то что нас объединяет а не то что нас разъединяет давайте находите концентрироваться на том что нам нравится в партнерах а не то что мы не приемлем что нам не нравится что нас раздражает давайте находить общие интересы общие взгляды на одни и те же вещи и концентрироваться именно на этом тогда наши отношения действительно будут более гармоничными но это же так очевидно так очевидно но нас дело в том что этому никто не учит в школе нас этому не учат в семье обратите на это внимание в университетах это не рассказывать а ведь это элементарно это необходимость в жизнь находить то что нравится в человеке и концентрироваться именно на этом а не на том что тебя в этом человеке отталкивает и раздражает вы знаете был эксперимент когда-то семейный психолог рекомендовал своим клиентам то семейным парам у которых что-то там с отношениями с отношениями не все в порядке что-то разладилось видеть в своем супруге позитивные качества и говорить только тогда когда вам что-то нравится и вы хотите сделать комплименты похвалить друг друга а если вам что-то не нравится просто промолчать или отойти в другую сторону или отойти в другую комнату и не контактировать в этот момент и что вы думаете после где-то полтора месяца этого эксперимента все клиенты без исключения передумали разводиться да прикольно но вот всего лишь переориентирование клиента на то чтобы он видел только позитив своем супруге помогло спасти много семей подумайте над этим так вот для тех кто выбрал троечку досталась другая карта внимание к тому что есть создает все больше того же это тоже очень важный совет вдумайтесь в то что гласит эта карта и я сейчас зачитаю вас часто заставляют смотреть на реальность в кавычках вам говорят признайте факты смотрите на то что есть но мы говорим вам если вы способны видеть только то что есть то по закону притяжения будете создавать то что видите вы должны мысленно выходить за пределы того что есть чтобы притягивать что-то иное сейчас я вам расскажу другую историю так меня сегодня потянуло на истории но потерпите друзья я думаю вам это тоже будет и полезно и интересно я надеюсь так вот есть люди которые действительно сосредотачиваются и ориентируются в жизни только на то что у них есть только на те ресурсы которыми они обладают на сегодняшний день это проявляется в том что вот например хозяйка идет магазин и покупает продукты только те ну скажем так на которые ей хватает денег и потом из того что она купила она пытается что-то приготовить но получается как всегда ерунда всякой ни для кого это не секрет то есть нужно обладать определенными показателями в астрологической карте чтобы из того что есть готовить что-то гениальное но это редкость это нужно действительно такой кулинарный талант иметь а основная масса людей они в общем то готовят то что вот получается фишка в том что нужно выходить за пределы того что есть вот выходить в своих представлениях за то что есть за пределы этого за пределы своих возможностей например не идти в магазин и покупать только то что необходимо ли только то что ты привык покупать или только то на что хватает денег а придумать сначала блюдо да вот само блюдо узнать какие ингредиенты для него нужны даже если это очень дорогие ингредиенты и пойти купить именно эти ингредиенты друзья и прийти и приготовить именно это блюдо и это будет выход за пределы того что есть и это будет действительно вкусно и это будет действительно победа над собой и таким образом вы научитесь вы просто научитесь достигать того чего вы хотите вы достигать поставленных целей вместо того чтобы вот жить по факту да вот то что есть вот то что получает стояний это гениальный закон вот просто гениальный воспользуйтесь им обязательно в своей жизни пробуйте это делать каждый день вот пробуйте я не говорю сейчас только о еде там о кулинарии или еще и еще о чем я сейчас говорю в общем это можно применить к любой сфере жизни и к любому действию сначала ставьте цель которая выходит за пределы ваших ресурсов нынешних и подтягивайте эти ресурсы и свои возможности к этой цели и тогда эта цель абсолютно достижим вот такие на сегодня у нас получились карты вот такой у нас сегодня с вами день друзья я надеюсь вам они понравились надеюсь на вашу поддержку и комментарии делитесь своими мыслями я всегда очень внимательно читаю ваши комментарии правда не всегда у меня есть время полноценно вам ответить но знайте я за ваши комментарии вам всегда благодарна на этом не прощаюсь мои хорошие встретимся завтра пока пока